Видео подготовлено сайтом online-gvz.net. Задание 499. Из вершины прямого угла проведён луч так, что он делит прямой угол на два угла, один из которых больше второго на 20 градусов. Тогда пусть первый угол, его градусная мера пусть будет х градусов, а второй угол, сказано, что второй угол на 20 градусов больше, тогда его градусная мера будет х плюс 20. Найдите величину каждого из образовавшихся углов. Значит, луч делит прямой угол на два угла, градусная мера которых х и х плюс 20. Поскольку градусная мера прямого угла 90 градусов, то в сумме два угла составляют 90 градусов. Ну и тогда несложно будет догадаться, что очень просто найти ответ на поставленный вопрос, если составить уравнение. Сумма двух углов – это х плюс х плюс 20. Сумма двух углов составляет 90 градусов. Вот мы получили уравнение, и теперь его решим. Преобразуем в начале уравнение. В левой части мы имеем х плюс х. х плюс х будет 2х плюс 20. Мы записываем без изменений, и правую часть уравнения тоже записываем без изменений. Теперь мы имеем в левой части сумму двух слагаемых. Точнее, мы имеем первое слагаемое, оно в виде произведения, и второе слагаемое. Справа мы имеем сумму. Для того, чтобы найти неизвестное слагаемое 2х, мы должны из суммы вычесть известное слагаемое. 90 минус 20. Получим 2х равно 70. В левой части имеем два множителя, в правой части произведения множителей, неизвестный множитель равен частному отделению произведения, это 70, на известный множитель, это 2. Разделим 70 на 2, получим х равно 35. Теперь мы возвращаемся к условию задачи. Буквой х мы обозначили градусную меру одного угла. Градусную меру второго угла мы обозначили х плюс 20. Тогда найдем, чему будет равно х плюс 20. Для этого нам нужно к 35 добавить 20. Получим х плюс 20. Это 55. Теперь мы можем записать ответ на поставленный вопрос. Нам нужно было найти величину каждого из образовавшихся углов. И мы нашли первый угол 35 градусов и второй угол 55 градусов. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... Продолжение следует...